Девушки отдыхают Если бы не бастион, нам бы уже пришлось дома из пепла откапывать Девушки отдыхают 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 пепла меня тревожит запасы еды я лунт приводит крохи и я боюсь что нам может не хватить я поговорю с гарри нам подумаем нельзя ли в этом сезоне собрать урожай побольше очень жаль я боюсь что в этом году нам придется чаще перебиваться пепельным бататом твои старания на благо вороньей скалы пошли нам с возвращение пожалуйста расскажи что тебе удалось найти дай посмотреть я так и знал грациан погиб вовсе не из-за обвала эту историю они придумали чтобы не пускать людей в гробницы теперь когда дневник у меня я разберусь с восточной имперской компании по-свойски я заставлю их заплатить за эту ложь спасибо а теперь думаю я у тебя в долгу столько работы сделано и одного спасибо маловато будет вот не так уж много но это все что может старый шахтер эти трусы сбежали много лет назад все проклятые подлецы до единого тот момент когда шахта истощилась они сразу снялись якоря просто смешно на солстейме и сейчас полной бани я совершенно уверен в этом я это чувствую я шахтер в третьем поколении я утверждаю что восточная имперская компания ошиблась они просто не захотели тратить деньги на изыскание помяни мои слова воронья скала жив и будет жить прошу прощения но второй советник а рано послал меня за тобой он сказал что дело очень срочное он просто попросил найти тебя и прислать к нему слушай это важно даже важнее чем уничтожение порождение пепла пожалуйста как можно скорее поговорить со вторым советником я умираю с голода мне нужна помощь вот возьми-ка лучше еды не найдется пары монет для заблудшей души я служил в страже ридорана под командованием капитана вилета несколько лет назад я был в патруле с двумя другими стражниками тут на нас напали порождение пепла эти твари выскочили как из-под земли тут же убили одного из нас я так испугался что бежал до самой вороньей скалы и только подметки сверкали а третий стражник остался один и увы погиб капитан велет выгнал меня со службы каждую ночь я думаю об этом и раскаиваюсь в содеянном но теперь уже ничего не изменишь спасибо чужак еще один несчастный день мой муж венди опасался что путники будут обходить вороню скалу стороны приятно что он ошибался отсюда наслаживаю тихо 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 Продолжение следует... 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 я работала если какие проблемы обратись к нему добро пожаловать в клуб пьяный нич лучший суд жаммы тебе нигде не найти шахта открыта народ снова покупает выпивку я снова при деньгах как старые добрые времена блестяще остается только ждать когда сюда набегут клиенты а вот это как я и обещал тебе за труды так-то у адрила завелся шпион верно азура знает как ему нужна помощь он гоняется за уленами уже много лет нет я просто думаю что он не с того конца берется за дело вообще-то да если хочешь поймать скользкую рыбку сделай так чтобы она сама к тебе приплыла рядом с храмом есть родовая гробница уленов кто-то оставляет на алтаре подношения пепельные бататы если ты подождешь внутри и выяснишь кто это у тебя наверняка появятся ответы на некоторые вопросы а почему ты думаешь что я не говорил каждый раз когда адрил и ридаранские стражники делают ход улены оказываются на шаг впереди и ускользают благодарить будешь если это сработает а пока бы я на твоем месте пошел в склеп и ждал гостей когда данмер умирает тело сжигают и оно превращается в пепел пепельную землю поскольку пепельный батат рождается из той же почвы он символизирует возрождение и обновление тот факт что жизнь заканчивается и снова начинается в девяносто пятом велур улен приехал в воронью скалу чтобы захватить наш город негодяй думал что сумеет настроить местных жителей против ридаранских стражников и под шумок убить советника марвейна приехал он один но так сыпал деньгами что у него начали появляться сторонники к нему примкнула половина проклятого города можешь себе представить он недооценил ридаранских стражников они не теряли бдительности и быстро положили конец заговору велур пытался бежать но его поймал лично капитан вилет вскоре после этого велур улен был казнен а его останки захоронены в родовой гробнице уленов мои двери всегда открыты возвращайся да как скажешь вороне скала без тебя совсем пропала бы не знаю как тебя благодарить бдительности бдительности бдительность За пределами бастиона нет ничего, кроме диких нордов и пепельных пустышей. Все начинает налаживаться, жизнь возвращается. Да вот, погляди. Да вот, погляди. Да вот, погляди. Так что ищи. Спорожди. А, так значит ты алхимик. Астарот, мне нечем. Астарот, мне нечем. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поскольку уленов на этом острове больше нет, я оставляю традиционные подношения вместо них. Продолжение следует... О, не стесняйся. Мы все имеем полное право здесь находиться. А теперь прости, я бы хотела помедитировать. Продолжение следует... Телису? Телису? Это точно? Если ты ошибаешься насчет Телису, всем быстро все станет известно. И настоящие преступники могут ускользнуть. А этого допускать нельзя. Если у тебя есть доказательства, а жизнь твоя под угрозой, полагаю, ты можешь делать все необходимое, чтобы уцелеть. Вот, этот ключ должен открыть парадную дверь особняка, если они ее заперли. Удачи. Я посмотрю, что можно сделать. Ты, может, считаешь, что теперь, когда шахту открыли, мы катаемся, как сыр в масле? Но лично я вижу только новую проблему, связанную с охраной и безопасностью. Моя ежедневная головная боль – следить, чтобы Эбонит благополучно попадал из шахты на погрузку в порт. Учитывая, что Солстейм кишит разбойниками, Азура знает кем еще. Я не могу рисковать тем, что на Воронью скалу нападут. Телиссу замужем за главой рода Виндилов. У них один ребенок, дочь по имени Мирри. Они приехали сюда 10 лет назад, и с тех пор не сделали в Вороньей скале ничего, кроме добра. Но они богаты и очень щедро делятся своим состоянием с общиной. Жертвуют деньги, еду, припасы. Даже собственноручно помогали дома ремонтировать. Люди болтали, что Мире по возрасту не больно догодиться своему отцу в дочке. Но вряд ли это повод поднимать тревогу. В общем, твоя задача – найти неопровержимые доказательства. Без них меня просто засмеют. Осторожнее. Если северины предали нас, они будут хорошо вооружены. Вышел, идиот. Давай их сюда и запиши на мой счет. Кстати, о твоем счете. Уже несколько месяцев. Я сказал, запиши на мой счет и делу конец. Пошли. Не весь остров покрытый опор, знаешь. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В последнее время этих тварей все больше и больше. Я так понимаю, тебе придется найти мне нового управителя. Поищи в Вороньей скале. Я внушаю им благоговейный трепет. Думаю, чуть ли не каждый будет рад служить мне. Отличный вопрос. Как только вакансии станет известно, выбор будет большой. Я думаю, острый ум, отменное здоровье и слепая преданность. Вот качество идеального кандидата. О! И еще он должен уметь заваривать чай. А то Улвис всегда его разбавляет. Каждый раз, когда Красная гора извергается, несколько возможностей удачи. Думаю, я сумею откопать для тебя парочку посохов. Здесь. Я... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok